Алло Да, Сами, привет. Да чё-то скайп подвисает. Я видео выключил. Да, я говорю, смотри, надо работать со всеми, это раз. Во-первых, потому что, ну, это опыт. Ага. Сетевики, не сетевики. Смотри, какая ситуация. 20% сетевиков, они находятся, как бы, в поиске, ну, предложения. Там, более лучшего, или, может быть, их в компании что-то не устраивает. Да. Или система работы не устраивает. Поэтому, тут, как бы, вопрос статистики. Да, нет следующей, да, нет следующей. А, вот так, да? Да, потом смотри, какой момент. Ну, вот ты как, ну, давай, допустим, смотри. Короче говоря, ты, там, представитель компании Джумба-Юмба, я, там, представитель своей компании. Да, вот смотри, мы с тобой созваиваемся там. Привет, Сами. Ага, привет. Да, слушай, ну, рад познакомиться. Ты сейчас с какой компанией, с какой компанией сотрудничаешь? Я, я сотрудничаю с компанией Толл Фьюжн. Я ж тебе говорю, Джумба-Юмба, чтоб компанией не называть, да. Ну, ладно. Я, слушай, ну, че, классная компания, да, знаю. Давно там? Ну, какой, ну, уже год, как бы, хорошо зарабатываю, классно. Угу. Понял, Сань. Ну, а вообще, система работы, как, как, вот вы работаете? Знаешь, я вот, в принципе, ну, много компаний знаю, да, но, в принципе, в любой компании можно преуспеть, но главное, чтобы была система, система работы. Вот у нас, например, есть, ну, как бы, такой ноу-хау, я сейчас у себя в команде это пробую. Человек пишет сообщение, там, помогу найти рефералов, и вам за это нужно будет, ну, там, сделать определённую работу, да, не сложную. Вот. И мои партнёры оставляют мой скайп. То есть люди уже заинтересовавшись, они мне звонят, как бы, я занимаюсь их рекрутированием. Вот как у вас в вашей команде вы рекрутируете людей? Ну, потому что просто у многих проблемы с этим. Они не умеют рекрутировать, мало опыта, нету результата. Вот как вы рекрутируете в своей компании? Дим, ну, я не знаю, до такого у нас не доходит в разговоре. Ну, так надо, чтобы доходило. Вот, смотри, вот, ну, я давай немного о себе расскажу. Ну, я более трёх лет занимаюсь MLM бизнесом. Вот, у меня сейчас большая команда уже, сейчас я экранчик покажу свой. Вот, я просто, ну, как в разговоре. Сейчас, секунду, видео отключу. Вот, в разговоре всегда говорю о том, что, ну, как бы, понимаешь, слова это словами, да, сказать всё, что угодно можно. Вот, а люди, они как бы верят только своим глазам. Так, сейчас что-то у меня там происходит. Да, вот так в том, что мне показать нечего людям. Вот, я показываю, как, показываю продукты, показываю, как я их использую. А, вот видно, видно экран, да? Ну, да, видно, да. Да, вот, ну, работая по этой системе, по нашей, по нашей системе, вот, у меня за год уже команда более двух тысяч человек. Сейчас 181. Блин, забыл ID, представляешь? А, вот, всё вспомнил. Вот, и я всегда спрашиваю, ну, как бы, у вас какой результат? Я понимаю, компания, компания, но главный результат, сколько вы заработали, за какой период времени. Да, я вот могу вам показать, да, экран свой. Вот, посмотрите, там, оцените. То есть, я профессионал, я могу вас тоже привести к такому же результату. Вот, почти 30 тысяч долларов. В принципе, это не так много. Вот, стремимся к большему, но тем не менее. Вот, и ещё, смотри, как бы, как бы, так, такой второй момент. Не надо, как бы, сразу, там, человека грузить информацией. Ты с ним просто познакомься, там, выясни. Не надо, там, про свою компанию сразу ему рассказывать. Ну, если он тебя, конечно, спросит, там, в какую вы компании сотрудничаете, ты скажи, ну, я думаю, что вам это будет неинтересно. А, да. То есть, ты его отталкиваешь, ты его отталкиваешь, у него, хоп, интрига, как это неинтересно. Понимаешь, все, наоборот, рассказывают про свою компанию, там, рекрутируют. Вот. А ты, наоборот, такой говоришь, да не, нафиг мне это надо. Типа того, что я тебе не буду ничего рассказывать. Ну, у тебя есть своя компания, зачем? Вот. Нельзя же быть проституткой сетевого маркетинга и, ну, бегая, да, из компании в компанию и зарабатывать, там, ну, как бы, быть в разных компаниях. Смысл? То есть, ты его отталкиваешь, ну, хопа такой, ну, ладно, что там, раз про свою компанию рассказал, выговорился. Все, ты его раз на заметочку взял, вот, можешь скинуть ему, там, какой-то курс, там, прикольный, да, там, я не знаю, книжку мою можешь скинуть, как работать с возражениями кандидата в бизнес. То есть, как бы ты ему такой, ну, подарок, что ли, делаешь, да, вот, комплимент обязательно надо говорить. Скажи, блин, классно, вы так классно про компанию рассказываете, вообще супер. Вот, вы действительно профессионал своего дела. Все, ты с ним сдруживаешься, сдруживаешься. А потом, когда уже, знаешь, ну, ты пробиваешь, может, у него, может, он, знаешь, там, рекрутирует тебя, там, в какую-то компанию, там, рублик или, там, еще в какую-нибудь херню, там, пирамиду какую-нибудь, понимаешь. А через неделю он понимает, что, ну, как бы бизнес у него не прет в этой компании, система не работает. Ага. Денег он там не заработал. И все, и он уже находится в поисках другой компании. Ты ему, хоп, там, через недельку звонишь, говоришь, что, как дела там, Иван Иванович? Он, да вот, что, да никак там. Все, как бы, на том же месте. Ты говоришь, вот, у нас там сейчас классная система, мы ее разрабатываем. Давай попробуем с нами, поработаешь. Ага. Вот. То есть, просто, то есть, вывод не надо сразу сделать. Нужно, с человеком постепенно, это, возможно, неделю-две займет, надо выйти на контакты. Да. То есть, наша, наша задача, наша задача вообще в MLM бизнесе, это, ну, как бы, делиться информацией. Вот. Но многие, как бы, сетевики, они как они, они сразу начинают рассказывать, там, о своей компании. Надо привлекать собой, своим брендом, брендом, команды. Понимаешь, потому что многие люди, они идут на команду. Ага. Вот. Мне когда, допустим, говорят, там, меня ток фьюжн не интересует, я говорю, меня тоже ток фьюжн не интересует, меня деньги интересуют. Вот. В нашей команде, по нашей системе, с нашими спонсорами, профессионалами, которые, ну, которым просто нужно людей приводить, делать трехсторонние звонки с ними, да, то есть, самому не надо ничего рассказывать, надо просто быть людоводом. Вы сможете заработать денег. В своей компании, я не знаю, может быть, сможете, может быть, не сможете с вашей командой. Смотря какая у вас команда, кто у вас спонсор. У меня спонсор, который зарабатывает 100 тысяч долларов. Как вы думаете, он меня может научить, как зарабатывать хотя бы 10 тысяч долларов? Ну, естественно, ответ – да. Потому что он сам зарабатывает, естественно, он может свой опыт передать и научить меня, как зарабатывать 10 тысяч долларов. Вот и все. То есть, это, смотри, это система, это спонсоры, которые сами зарабатывают. И, ну, как бы работу, да. То есть, мы вот внедряем сейчас новые, как бы, фишки, новые, там, технологии. Сейчас вот я, там, с одной компанией, Tiger называется, вот, общаюсь на ту тему, как можно автоматизировать бизнес. То есть, скорее всего, в нашей команде будет система автоматизации. То есть, рекрутинг практически на полном автомате. Ну, вот, как у меня, в принципе, я такую систему для себя создал, да. Ну, ты в курсе. С помощью блога, с помощью рассылки, с помощью видеомаркетинга. То есть, я привлекаю людей на полном автомате. Они заходят, ну, к примеру, да, они заходят на мой блог, подписались на рассылку, получают от меня 7, 8, 9 писем. Там, может быть, 11-е, 12-е. Вот. И они, как бы, видят во мне специалиста и хотят присоединиться ко мне в команду. Не важно, какая это будет компания. Они выбрали меня просто, как спонсора. Понимаешь? Они могут... Люди сейчас, они не выбирают, как бы, компанию. Они выбирают именно систему и спонсора. Да. Чем успешней будет эта самая система, тем... Естественно. Да, да, да. То есть, у нас, допустим, тоже в компании есть, там, своя конкуренция. Да. Сейчас люди могут выбрать. Могут тебя выбрать, как спонсора. Могут меня. Могут, там, я не знаю. Да любого могут выбрать. К любому пойти. Сейчас нет, как бы, такого, там, компания, все, да. И ты, ты уже успешный. Сейчас главное выбрать именно грамотного человека, который тебя приведет к успеху. Грамотного спонсора, который тебе передаст свой опыт. Вот. Либо надо, если ты уже подписался под, там, не знаю, не родил его спонсора, да, надо искать вышестоящего, который тебя, как бы, к успеху привести. Вот почему я сейчас вас добавил в чатки Ярославу. Ага. Можешь это успешный парень. Он, как бы, там, одно время сейчас не работал, да, но вот сейчас опять решил, как бы, работать. Вернулся в компанию. Но, тем не менее, он до этого уже создал бизнес. И он его, там, год-полтора кормил и сейчас кормит. Он двойной бриллиант компании. Ага. Вот. Видимо, может, у меня сейчас другие, как, бомбиться. И он решил, там, тройным бриллиантом стать, лазурным бриллиантом стать. Ага. И я вас туда, как бы, в чат добавил, чтобы вы, опять же, с людьми общались, там, с вышестоящим спонсором, чтобы, если меня, там, нету, чтобы он, там, каким-то образом, помог, там, опять же, этот трехсторонний звонок сделать. Понимаешь? Когда занимаешься делом, да, что-нибудь, с кем-то разговариваешь, не с кем выйти со спонсором. Надо договариваться, надо договариваться. Это раз. А еще такой второй момент у нас был, точнее, есть. Юра, ну, фамилию не буду называть. Вот. Он тоже из Владивостока. Какая ситуация? Он работал с Артуром. Вот. И он, короче говоря, ну, как бы, подстраивался под, вот, режим, как, ну, в основном, люди выходят в скайп. Вот он под этот режим подстраивался. Я, говорит, практически, ну, говорит, мало спал. Мало спал. Вот. Ну, и график, да, там, у вас, у вас ночь, получается, у нас это день, да? Ага. Ну, вот, ну, он, получается, значит, днем отсыпался, вот, а ночью работал. А-а-а. Вот. И за месяц, за месяц, он там, по-моему, что-то две или три звезды закрыл. Вот. Построил хорошую команду. Вот. Так что, вот так вот. То есть, надо подстраиваться как-то. Ага, так, понял. А, Дим, вот еще такой момент, вот, может, поправочку. Вот, я тебе сейчас расскажу вчерашний разговор с человеком, как я разговаривал. Ага. Ага. Ты мне, если, ну, если сможешь, подскажи, пожалуйста, что я неправильно говорю. А, как бы, вот смотри. Так, ребята, ну-ка потише, давайте. Вот. Вот. Вчера разговаривал, значит, человек, генерал, как он был, генерал-лейтенант на пенсии. Ага. Довольно-таки высокое воинское звание. Ну, уже такой в возрасте человек, 60 лет. Вот он на пенсии, как бы, вроде пытается подзаработать сетевым маркетингом. Ага. Значит, ну, он занимается в компании, не помню название компании, но компания, в общем… Ну, не важно, какая разница, ну… Путешествия там предоставляют. Ну, я посмотрел там презентацию, так, глянул. Путешествия у них, это, вроде как, выдают за продукт, это путешествия. Но ты входишь в бизнес, ты платишь деньги, то есть, по сути, продукта ты не получаешь. Ты просто вошел в бизнес, и чтобы тебе начать путешествия, тебе нужно там какой-то план закрыть, там, матрицы, там, сколько-то. Ага. В общем, я вижу по разговору, что у человека, ну, как бы, особо там успехов нет. Что-то там, как бы. Вот. Я ему показываю, как мы работаем. Ну, показываю свою систему. Вот, посмотрите. Я, ну, опять рекламирую себя. Вот. Я создал, у меня есть сайт, у меня есть блог, рассылка. То есть, я с людьми и вот так общаюсь. Я с человеком пообщался, он заходит, приглашаю его на блог, он заходит на блог, подписывается на рассылку. Ну, и вот так вот, естественно, спустя какой-то промежуток времени, контактирую с ним после рассылки. И человек входит в бизнес. То есть, статистика, конечно, не очень высокая, но тем не менее рабочая. Он, конечно, да, он заметил все. Я ему показал экранчик, показал инструменты, показал свой блог, как у меня это все работает. Форму подписки показал, там, видеописьма. Ну, в общем, все. Ему так-то понравилось, по сути. Он увидел, что да. Он говорит, о, классно, слушай. А вот ты классный, да, такой человек. Это я вижу, что ты, да, умеешь. Давай ко мне в компанию. То есть, он меня начинает перетягивать к себе. То есть, да, нам такие вот нужны. У нас висяки там. Кто у нас подпишется и сидит, ничего не делает. Балласт там висит. Я смотрю, ты работаешь. У нас ты много заработаешь. Я ему говорю, да мне, как бы, извините, мне. Я проверил вашу компанию, ваша компания. Ну, тут я, наверное, просто оскорбил его компанию. Я просто, может, в этом была моя ошибка. Я ему сказал, ваша компания не входит в ассоциацию прямых продаж. И в вашей компании, как такового, нет никакого продукта. То есть, он начал сразу спорить. Как это нет? У нас путешествия там. Но я ему начинаю объяснять. Вот смотрите, вы пошли в бизнес. Деньги заплатили. Вы что-нибудь сразу же получили за эти деньги. Ну, мне сейчас, говорит, нужно закрыть там, как это, там, как первую там какую-то линию матрицы. И тогда мне выплатят. И я уже смогу совершить там какое-то путешествие. Ну, вот я ему и объясняю. Смотри, вот вы заплатили деньги, вам продукт не дали. То есть, вы просто дали деньги. То есть, продукта, как такового, нету. Объясняю наш фьюжиновский план. Мы входим, мы сразу получаем продукт, сразу получаем... Ну, все правильно, как бы, смотри, ну, это личное дело каждого человека, да, он может в пирамиде участвовать, может там в МЛМ участвовать, в легальной, как бы, компании. Ну, естественно, да, потому что, то есть, самое, как бы, плохое, конечно, в разговоре, это, когда ты говоришь, плохо о компании, да, вот, человека, с которым общаешься. Почему? Потому что, ну, человек может быть влюблен в эту компанию. Он, ну, как бы, ну, понимаешь, а ты ему там вообще все, как бы, портишь, грубо говоря, на это самое. Нет, я просто объяснил, что я, как бы, умею работать, у меня есть система. Нет, вот это ты все правильно сделал, то есть, это все грамотно. Вот, единственно, действительно, то есть, тебе надо было просто комплимент ему сделать, там, сказать, спасибо за приглашение, вы тоже, там, суперпрофессионал, ну, как бы, я пока пас, потому что у меня есть там своя компания. Даже дело не в компании сказать надо было, а дело, как бы, в системе, в которой мы сейчас применяем. Я ему именно такие слова говорил. Если вы будете, как бы, делать то, что я вас попрошу, я вам гарантирую, вы достигнете успеха. Я ему именно вот такие слова говорил. Все правильно, все правильно, да. Тем более, я говорю, сейчас, вот, я говорю, сейчас надо будет просто до конца уже определиться, там, с системой. Я же говорю, я сейчас с компанией «Тайгер» веду переговоры, они как раз именно по автоматизации бизнеса, по построению бизнеса через интернет. То есть они предоставляют инструменты тоже классные. Вот. Есть возможность иметь такой инструмент каждому партнеру, который будет у нас в команде. Вот. А это тоже немаловажно. То есть люди на это идут, потому что, ну, так проще, на самом деле, строить бизнес. Помимо того, что ты в оффлайне работаешь, в интернете работаешь, там, общаешься. У тебя будет еще автоматизированная система на полном автомате. То есть у тебя будет сайт, будет обучение, как привлекать людей на этот сайт. Ну, как делать так, чтобы на автомате 3-5 партнеров в месяц подключалось, каждый месяц. Вот. И это, на самом деле, людей тоже привлекает. Ага. Тебе, кстати, скинут в сайт, посмотришь. То есть они уже площадку предоставляют, да, уже? Да, они предоставляют площадку, там, месяц пользования, ну, тест, тест бесплатный, месяц. Потом, там, если у тебя до 100 человек, то там какие-то копейки платишь. Если у тебя команда уже больше 100 человек, там, что-то. Я не помню расценки. Ну, не так дорого. Короче, если поделить на команду, то есть там вообще копейки получается. 5 долларов, там, с человека, наверное. Ну, ну, понял. Ну, инструменты классные, то есть это все работает. Ну, как бы это надо применять и надо этому обучаться тоже. Вот. Я считаю, что это надо делать. Потому что в интернете сам понимаешь, тут все быстро, как бы, развивается. Если мы от этого, ну, от этих технологий будем отставать, то мы, ну, и вообще, как бы, отстанем. Ага. Да. Да, действительно, это именно так. Вот такие пироги. Вот. Ну, а насчет блога ты грамотно все. Вот. Сейчас тебе надо просто его, как бы, вести, вести, продолжать вести блог. Рассылка. У тебя есть рассылка? Ну, да. Рассылочку я уже подготавливаю. Я уже где-то, ну, половину не сделал. Ну, хочешь, хочешь, я тебе скину. У меня... Сочинять трудно. Я понял. Ну, у меня шаблон есть рассылки. Я тебе могу скинуть. Там, поменяешь кое-какой текст, свои данные туда вставишь. А я, как бы, это... У меня твоя рассылочка есть. Я у тебя подписан. Я, как бы, да. Я смотрю, как у тебя, и уже на свой лад, как бы, перешел бы. Ну, да. Оттуда можешь там видео взять, письма. Да, 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 да. Ну, вот, посмотри, я тебе сейчас вот... Можно я тебе включу, да, заценишь, как бы... Давай, давай. Это блог. Сейчас тогда видео, наверное, надо будет отключить. Да. Ты экран хочешь показать? Поделиться экраном? Да, да. Да, ну, давай. Так.